По благословению настоятеля храма Рождества Христова, протерей Александра Игнатова, на масконечной неделе состоялся вечер встречи молодых семей, проживших в Супружеском Союзе до шести лет. В мероприятии приняли участие духовенство семьи прихожан Рождественского храма и храма в честь иконы Божьей Матери Всецарица. Я хочу спросить, кто за этим столом самая молодая семья в мире будет? Скажите, конечно, главе семьи, почувствовали вы сразу у себя главой семьи, а супруга почувствовала, что она за вами. Да, батюшка, в моей жизни после свадьбы произошли различные перемены. Оно проявляется в осознании себя, в отношении с другими людьми, в понимании вопросов, которые меня раньше тревожили, они сейчас отошли на очень второй план. Ну-ка расскажите нам, пожалуйста, в случае из вашей молодой супружеской жизни, как вас позвали куда-то, то есть допустим, друзья, пойдем в Петровню, что сказать, но раньше. И вот вдруг в вашем сердце пробудилось, что не просто не хочу, но теперь другой пункт. Вот расскажите вот об этом. Да, батюшка, это у меня тоже уже было. Вот, вот, вот. Выходит на окровенный разговор. В Сочи компания, с которой я рос, развивался, я потихоньку понял, что я, меня зовут на мероприятия, они знают, что я приехал. Я приезжаю, остановился, поздоровался, где они собираются. Они знают все. Но идти без супруги я не хочу. А еще больше я не хочу ее везти туда. Да, правильно. Знаешь, туда и ходить не нужно, правильно? Ну и, соответственно, пойти без нее не могу. А еще более я не могу ее взять с собой туда, чтобы она это видела, слышала и не надо. Все. Ну вот, смотрите, Сочи, там, завод. А в это время переживаю, жду, волнуюсь, конечно же, молюсь. Вот насколько в вашем сердце уже вы ощутили такую тревогу и переживание из-за того, что его нет. Был такой момент в жизни уже в вашем молодом супружеском, я не беру до, после, что вот я так его ждала, а он не идет и не звонит. Было такое? Как будто бы знали последние наши два дня жизни. Нет, не знал. Спросил так вот. Как мог на сердце положить. Уехать, Паша, в Сочи. Я была два дня, ну, чуть больше дома. Иногда не было связей. У меня своя работа, суета, дела. И, наверное, это был первый раз, когда мы после свадьбы ночевали не вместе. Расстались. Ну, маленький срок, два дня, но все равно это ощутилось, как будто бы неделя прошла. Конечно, была эта скаль небольшая, но когда ты знаешь, что вы скоро встретитесь, тогда все равно на сердце есть мир и покой. А вот, когда более долгий срок, я думаю, будет тяжелее. Вот я хочу вам, молодым, и всем, тем, кто это слушал сейчас, пожелать, чтобы вы всегда любили друг друга. Не забывай, что тебя ждет твоя единственная, Богом данная, раз и на всю жизнь, твоя половинка. Вот и желаю, чтобы вы чувствовали всегда себя целыми и врозь всегда половинкой. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь. И каждый раз навек вращайтесь, когда вы выходите на век. Это период, в который так важно поддерживать молодые семьи, которые в первый год супружества испытывают трудности. И никто их не учит, как правильно выстроить семью, как правильно по-евангельски увидеть перспективу счастья. Я сейчас прочитаю вам всего две цитаты, но они получат начало для обсуждения, чтобы наша сегодняшняя встреча превратилась не просто в очередной концепт, а в доброе общение единомышленников, единоверных и единодушных людей. Вот послушайте, что написал однажды о семье архимандрит и архимандритхи, с кем бы человек ни начинал строить семейную жизнь, он пройдет периоды искуса. Ведь готового счастья не бывает. Счастье надо тоже выращивать терпеливо и многими трудами с обеих сторон. Нужно выращивать свою семью, взращивать и помогать друг другу. И вот здесь мне понравилась еще одна цитата, которую я приведу вам. Настоящий брак, семья. Это такое же отречение от себя, как и монашество. А по размеру ответственности еще и более серьезно. Так как отвечаешь за двух. Там же он мона, уже сам молится. За мир молится. А тут ты уже отвечаешь и за себя, и за свою супругу. Супруги двое вплоть едино. Страдает один, неминуемо болеет и другой. Но что Бог сочетал, человек да не различает. Сбежать со Христа легко, но спасение тогда под большим вопросом. Можно оставить жену? Можешь, но не спасешься. Можно от мужа убежать? Да вот уже устала, надоела, особенно так раньше была такая романтическая встреча, гуляли, попепили. А теперь начинается быть, грязные рубашки, немытая посуда в раковине, совсем свежий обед в холодильнике. А что ж такое, а почему? И начинается. А потом там дети, пеленки, штаненки. И куда девается? Это романтик. Вот к этому надо подготовиться. Надо понимать, что ты отрекаешься с себя ради любимого человека. И помни, что твой образ жизни – это уже подвиг. Не просто, как по словам Иоанна Кронштадтского, монашеский. Но даже потому ты уже отвечаешь не только за себя, но и одного, но и за свою супругу. А если Бог дал детишек, еще и за детей. На протяжении всего вечера звучали стихи и песни, подготовленные участниками молодежной общины. Молодым семьям был задан вопрос, что было для них сложным. Было очень сложно ходить на смены, в семинарию работать. На сутки нужно выступать без матушки, переживаешь, как она там. Я поддерживаю, что самое трудное – это расстояние. Когда ты вроде как хочешь человека в себя впитать, а ты не можешь, потому что он был его. Но с другой стороны, это хорошо, потому что мы каждый раз, когда обращаемся друг с другом, мы еще больше друг друга ценим и любим. Самым трудным для нас было начать ремонт. И вот в путь как материала у нас вкусы не сходились. О, да, 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 да. И это было достаточно непросто, но в итоге мы все-таки сошлись. И вспомни, и вот теперь все хорошо. Для меня самым трудным было начать выступать. Тоже. Мы это сразу почувствовали. Лично для меня самым трудным было взять ответственность за свою супругу. Для меня самым трудным были моменты смирения в первые дни, месяцы. Самые сложные, самые такие тяжелые моменты были, когда ты осознаешь, что ты, в принципе, ничего не понимаешь. То есть, вот, женился, и глава семьи, и думаешь, что твои-то действия какие-то. Твои недостатки, они тебя очень сразу же обличились, семья сразу же, вся гордость, сразу же вот она на полочке лежит. Все твои недостатки, они сразу становятся видны. Ты сидишь, когда один дома. Никому плохо не делаешь, все, дополнительно живешь. А когда уже начинаешь вдвоем жить, все сразу наружу, будешь завязывать. Ну, для меня, наверное, самое сложное было, это вот, как вы сказали, что бывает, что мужчина прав, и женщина думает, что она права. А надо подчиниться к мужчине, да? А у меня такой вопрос. А если, кстати, жена права? Если мужчина не прав, тогда как бы, да? Вот это очень сложно для этих моментов, когда, ну, ты знаешь, что ты прав. Ну, вот сейчас подождем, подойдем, а потом. Вот это, как и есть ответ. То есть надо дать возможность ему самому это понять, но не пытаться его самому это понять. Ты точно знаешь, что права. Помолчи. Бог разумел, потому что ты поступила по-божьему. Бог разумел. А еще лучше говорить. Господи, Господи, помоги его понять. Я ведь точно знаю, что в Библии написано, Господи. А он пока, может, Библии дочитал. Я его так любил, Господи. Помоги ему. Не случайно говорят. Жена, она все равно шеет, да? А он, глава. Ну, пусть. И глава повернется в сторону священного присоединения. Сам смотришь. И тогда мир и любовь. Вот я советую вам держаться, как правило. Самое интересное было, что вот я 7 лет один был. Вот. Я познакомился с супругой. Мне хватило месяца понять ее, полюбить. И через два месяца, опять же, вернули руку и тебя. Бывает сложным переносить эмоциональность в своем уже. Но очень эмоциональный, очень такой откровенный на эмоции. Самым трудным для меня было усмирение своего эго. Потому что я долго была одна, я привыкла быть одной. Не хотела в замуж, ни в какую. И тут вот. Любовь. Было тяжело привыкать все время быть с человеком. Даже несмотря на чувства, на эту радость. Для меня было очень-очень тяжело, когда я иду на прогулку, А со мной он. Дома, со мной он. Как будто ребенок рядом. И вот ты не можешь нигде уединиться. Конечно, бывают не только трудности, но и радости. Поэтому второй вопрос был, что для вас было самым дорогим? А самым дорогим для нас был документ, когда я узнал, что моя жена беременна. И мне кажется, это самый важный момент в моей жизни. Слава Богу нашим. Самым дорогим и радостным это народ ребенка. Да. Плод вашей любви. Это уже результат. Это плод. А он уже там живет и слышит. Он сейчас даже слышит, как они у папы с мамой хорошо говорят. И это для них радость. Не им радость. Больше дарите радость в ладу в своей любви. Но самый радостный момент, когда ты понимаешь, что слава Богу, что это есть правило. Что в какой-то момент пошел в лучшую сторону. Уже какой-то общий язык, общее дело. Уже какая-то радость общая. Самое здоровое это то, что он поддерживает во всеми видах и радости. У меня много проблем. Он бездоконный, бездоконный, бездоконный. Он всегда утешит, срежет на все сказать. И поддерживает в любых начинаниях. Потому что давай вот это сделаем. Он думает, ну ладно, ну и спела. И это очень ценно. Самое дорогое было то, что там была некая ситуация. Муж меня всячески защищал. Для меня это было очень ценно, что он сказал, что я тебя не брошу в этой ситуации. Никак. Никак. Из того, что радость и там вообще, что мы встретились. Это забота. То есть я чувствую любовь через дела. Как говорится, любовь это глагол, вот я это ощутила. Сама эта ракония, я думаю, это она. Моменты наших примирений, моменты, когда мы вместе. Мы не случайно пригласили эту категорию. Совсем недавно поженившихся, совсем немного поживших вместе. Почему? Потому что им реально нужна помощь. Понимаете? Такие сложности, такие трудности. И в то же время радость. Бог награждает тех, кто эти трудности преодолевает радостью. Вот потому, когда священник венчает, он дает жениху им весь чашу, в которой вино и вода. Вино символизирует радость, а вода – слезы. Так что все бывает в жизни. Но дай Бог, чтобы вы как от единой чаши пили при венчании, так от радости делились со своей радостью, со своей половинкой. И, конечно, слезы делили пополам. Тогда беда на двоих, вы помнили, а радость на двоих – это двойная радость. Так важно объединить молодые семьи. Как важно им найти своих единомышленников, пообщаться, дружить. Это сплотило собравшихся в одну большую семью. Любовь не забирает, любовь не гордится. Любовь бесконечна, любовь не повторится. И внусь быть вечностью, во всем дыхании, в каждом косами глянусь. Любовь надеется, любовь прощается, любовь не клубится. Любовь не доверяет, и наследствует, и завидует. Любовь не превозносится. Любовь не гордится. Не бесчинствует, ищет своего. Не раздражается. Никогда не мыслить зла. Вы слышите? Апостол Павел в послании к Арифинам говорит, любовь даже зла не мыслит. Вот мне хотелось обратить ваше внимание на этих словах апостола. Никогда, запомните, никогда не помышляйте о возможности разведусь. Найду другого, или в другой пойду. Вычеркните из головы, как не бывшее даже. Вот понимание, так, я уйду в другую комнату. Вот, пожалуйста. Я сейчас в бане посижу, и у кого-то душ приму. Пожалуйста. Я потом дрова поколю. Пожалуйста. Но никогда не говорите, я уйду от тебя. Вот запомните, даже произнести, даже помыслить эти слова. Любовь никогда не мыслит зла. Даже не помышляйте о разводах. Даже мысли себе не пускаемся. А тем более не проговаривайте. Никогда. Давайте последнее слово скажем все вместе. Никогда. Запомните. Вот тогда вы обязательно будете счастливы. Участники не остались и без подарков. Молодым семьям были подарены электрические чайники, которые никогда не будут лишними. Следующими встретятся пары, те, которые живут уже более шести лет, живут 10, 20 и более лет, а затем и семьи, чьи совместные супружеские годы приблизились к золотой свадьбе.